Всем привет дорогие друзья, с вами Юга и сегодня вашему вниманию хочу представить обзор на MMORPG Mad World. Это корейская игра, которая выйдет уже очень скоро и вы сможете в нее поиграть. 21 апреля старт для обладателей паков Silver Gold, а уже для всех остальных начнется игра 26 апреля. Она будет доступна в стиме на русском языке. Так вот, обзор будет с наименьшим количеством воды, хочу рассказать об ее особенностях, почему, зачем и как. Почему эта игра привлекла меня и возможно может привлечь и вас. Так что не будем откладывать это в долгий ящик, погнали, приступим к обзору. И начну с самых простых вводных, рассказать вообще, что эта игра из себя представляет. Mad World это MMORPG, разработанная южнокорейской компанией GenDySoft. И игра представляет собой 2D фэнтезийный мир с рисованной графикой в стиле гатичного мрачного средневековья и темной атмосферой. Mad World построен на HTML5, что, кстати, позволяет играть в нее без установки дополнительных плагинов как на ПК, так и на мобильных устройствах, в частности, даже в браузере. Назвать эту игру кроссплатформенной уже можно, но сказать, что это мобильная игра, нет, нельзя. Mad World изначально разрабатывалась, чтобы проверить вообще возможность кода HTML5 и вообще посмотреть, насколько это будет круто. В итоге это все переросло в полноценную MMORPG. И разрабы, увидя потенциал, сказали, да, мы хотим это делать. Сюжетка игры разделена на две части. Одна из которых погружена во тьму, а другая освещена солнцем. Ну, что-то очень знакомое, где-то мы это уже видели. Игроки начинают свое путешествие в темной части мира, где проклятие титанов превратило людей в ушастых монстров и создало армию мертвых. Игроки должны объединяться, чтобы противостоять этому злу, раскрывая секреты мира и исцеляя его от проклятия. Сюжет, в принципе, как понимаете, вполне себе очень банален, но в то же время, когда нас это останавливало. И, конечно же, что же тут самое вкусное и интересное? Какие особенности нас ждут в этой игре? Какие механики? А с механикой тут не все так просто, мои хорошие. Я уже давно слежу за тенденцией корейских игродевов, южнокорейских. И вот ребята во втором проекте, который я жду, Tron Liberty и здесь в Mad World реализуют возможность нефиксированных классов. А значит, что абсолютно ты можешь выбрать различный набор умений, исходя из оружия, которое ты надеваешь. И в Mad World ты можешь сразу ходить с двумя оружиями и использовать их одновременно. Также не стоит забывать и про прокачку персонажа в Mad World. Она здесь основана на стандартном наборе опыта и выполнении заданий в пяти актах сюжета. Игроки могут прокачивать свои способности и статы, а также открывать новые навыки и умения. Всего с двумя оружиями 16 активных умений. Помимо этого, игроки также могут улучшать свои оружия, создавать новые с помощью системы крафта. Боевая система Mad World представляет собой динамическую систему сражений в реальном времени, где игроки должны активно управлять своим персонажем, используя навыки и умения для нанесения дамага противникам и мастерски избегая их атак. Это делает боевую систему Mad World более интерактивной и требующей стратегии и быстрого решения для успешного прохождения данжей или победы в PvP. Фух, ну наконец-то мы избавились от самых стандартных всего вводных. И давайте все-таки поговорим об особенностях. Я уже, если честно говоря, соскучился. Как я уже говорил ранее, игруха сделана на HTML5. Почему я на этом акцентировал внимание? Потому что сейчас, на данном моменте, кросс-платформе заключается в том, что ты можешь играть с браузера, ты можешь играть и с ПК. И в дальнейшем они сделают приложение для андроида и айфона. Хотя, здесь мы видим полноценную MMORPG. Опять же, отсылочка к Albeon Online. Такая лично для меня, как для человека, который в этих играх собаку съел. Очень странная, конечно, аллюзия игра на обзоры корейских игр. Так, надо это вырезать. В общем, суть в том, что это неплохо и это даже очень хорошо. Что еще я выделил? Это гибкую систему классов. Как же я сказал ранее, товарищи игродилы из Кореи хотят что-то новенькое. И это новенькое, соответственно, в эту игру приносит. Каждый игрок в Mad World, интересно, еще какое-нибудь сокращение для него нужно придумать, могут создавать свои собственные билды. Сочетая различные набоки и умения, в принципе, то, что, как я и говорил, это делает геймплей более разнообразным. Огромный атлас пассивок, пассивных умений позволит сделать уникальный билд персонажа, абсолютно независимых ни от кого. Прокачка в этом атласе идет по принципу, используешь, равно качаешь. В зависимости с тем оружием, когда вы выходите, вы также сможете это все прокачивать. Опять же, много подобных игр мы уже встречали на своем пути. И для нас, по идее, это не будет ничего нового. А только-только, наоборот, только уже хорошее, знакомое и позитивное. Сейчас, на данный момент, в игре, который я знаю, 12 различных сочетаний оружия. В дальнейшем, скорее всего, оно будет еще добавляться. Не откладывая в долгий ящик, расскажу сразу же и про PvP, и про PvE моменты. А PvP? В игре есть фри-пк. ПК-шники, любители PvP и подраться, ликуйте. Здесь вы можете отвести свою душу. А значит, вы сможете убивать всех, кто вам не угоден, или доказать, что вы босс качалки. За смерть, кстати, игрок теряет 4% опыта, а возможности восстановить их, увы, информации я не нашел. Также, кстати, для кого-то будет минус, вы не сможете выбить шмот с флагнутого игрока или с любого другого. А вот, встретив других игроков, которые убивают или убили босса и убив их, получить лут, возможности есть. Также, для меня лично вопрос стоит о Blessing Scroll of Escape, или в простонародье Псои. Будь ли такая механика, как в L2, или вопрос стоит о хардкоре, как в Albion Online, и неизбежном сражении с противником, которого означают или победу, или смерть. Также, есть система дизреспекта от неписей. Если вы убьете 10 или более игроков, на вас будет баф безумия, и с огромной вероятностью, сражники убьют вас в городе, потому что вы слишком слабенький. Ничего не надо в этом удивляться, это всегда так было, есть и будет. Также хорошо подумайте, стоит ли в начале своего игрового пути заниматься ПК. А также хочу упомянуть, что в PvP здесь есть аренки 4 на 4 и дезматч на 8 человек. Про систему Guild vs Guild или GVG, а пока информации никакой нет, на сайте ребята говорят, что будут работать над этим, и, возможно, расскажут в ближайших road map'ах. Про PvP мы поговорили, теперь пару слов про PvE. Все прекрасно знают, что PvE часть игры — это самое вкусное для многих, потому что покрабить мобиков, и доказать им, что вы сильны, хотя моббанта не смогут дать сдачи, вы же понимаете, это важное. Так вот, фарм, данжи, куча мобов, боссы. Это все нас ждет с самого открытия игры. И, честно говоря, для кого-то Experience Mad World уже не станет чем-то новым, потому что, ну, если вы играли в MMORPG, ну, понимаете, да, вы понимаете. Но в любом случае, геймплейная составляющая внешне, это больше всего напоминает из того, что я лично для себя выбрал, это другие две корейские игрушечки, одна псевдо 3D, которая, в принципе, являлась моей самой любимой дорогой игрой это Ragnarok Online, и его, блин, как бы сказать, чтобы не обидеть, сводный брат третьего колена 50-го там рода Tree of Saber. Хотя, как сказать, Tree of Saber вполне себе была бы неплохой игрой, если бы за ней занимались, но, увы, ях. Так вот, вот это действительно что-то напоминает. Только Ragnarok Online Tree of Saber была милая, няшная, анимешная. Здесь нас ждет кровь, кишки, и, ну, в общем, вы понимаете, там будет по-жестному. И чисто PVE-сеттинг в этом плане визуально, как минимум, которым я хотел сейчас заострить внимание, вы примерно должны понимать, к чему вас готовить. И очень большая сразу просьба, говоря про эту игру, про Mad World, про эту прекрасную игру, возможно, нет, не прекрасную, возможно, еще даже лучше, возможно, мы ее просто еще не пробовали, хочется сказать, не сравнивайте с Path of Exile или другими RPG-шками, вы сделаете большую ошибку, ребятульки. Mad World это полноценная MMORPG, которая имеет абсолютно весь контент, который есть в MMORPG. Так что, больше расписывать я про PVE-контент не буду, я надеюсь, покажу вам его на стриме более четко, мощно, с расстановкой, так что, кстати, это отличный повод подписаться на Twitch или ВК-плей. Говоря, кстати, про PVE, очень хочется еще немножко накинуть ребятам из крафта. В безумном мире история гласит о том, что там абсолютно все погибло от рук демонов, и, что самое приятное, служит материалом для вашего использования. Грибы, растущие на поле, трава, деревья, камни, кусочки, костей, все пригодится. Это, кстати, цитата с официального сайта, она мне очень понравилась, поэтому я обязательно хотел его вставить в этот обзор. Существует система рангов для коллекции, найденных путем сбора. Кстати, о коллекциях. Походу, мы все-таки, как же наша любимая коллекция, здесь также столкнемся. Шансы на неудачу при сборе увеличения. По мере увеличения разница между рангами коллекции и рангами инструментов сбора. Там огромный пласт связан с крафтом и сбором, так что, любители, пофармить, покрафтить, ребятульки, вам будет даже здесь чем тут заняться, представляете себе? Инструменты для сбора будут автоматически использоваться при нем, если они есть в вашем инвентаре. И имейте в виду, если у вас инструмента будет, и вы что-то хотите добыть, они будут исчезаны, и материал, даже самый редкий, не будет собран, так что, будьте внимательны. также хочется сказать, что в этой игре, помимо сбора, естественно, крафта есть, также и самая главная готовка, так что, если вы любите, приготовите, заниматься кулинаркой, также здесь это все будет. Вы можете приготовить различную еду или зелень, из границ, которые вы добыли во время собирательства и охоты. Попробуйте готовить и крафтить из различных штук, но, знаете что, если вы так или иначе захотите что-то съесть, и это будет не совпадать, или ваш уровень слишком будет высок для получения эффектов, вы ничего не сможете получить, поэтому, как говорится, придется крафтить актуальное. Так что, ребятуль, если вы уже готовы, как говорится, с ложкой-поварешкой кастрюлькой врываться, тут уже у вас есть чем заняться. Питомцы. В этой игре есть питомцы, ребят. Наличие питомца это очень важная и неотъемлемая часть игрового процесса. Здесь вы питомцев выращиваете с самого нуля, с самого маленького яичка, которого вы можете купить у Непися и вырастить его в огромного волка, который будет с вами путешествовать. Есть квесты на прокачку, есть определенные корма. Система интересная, кстати, выращивание из яиц, так же, как я уже сравнил с Рагнариком, так же здесь мне очень что-то это напомнило. Это неплохо, это интересно, это переработанная, эта система, как говорится, маунт плюс пет, это очень важно, это вкусно. Будут ли какие-то дополнительные статы у маунтов, к сожалению, не удалось узнать, но касаемо донатных маунтов, я узнал, что они будут рождаться сразу большими, а вот малыши, которые покупаются у Непися за голду, будут, соответственно, выращиваться в самой игре. Так же, как я понял, на маунтов будут еще внешки, но до этого, как говорится, над контентом нам нужно дойти в процессе узнавания самой игры. Донат! Захотелось мне прокричать донат, ребят, донат, как же без него? Боже, боже, сейчас вот столько разговоров будут югок, это же, наверное, очередная помоечка, которая заберет все мои кровные, которые я откладывала на обед, чтобы, чтобы, в конце концов, ну, хоть что-то покушать. Ну, честно говоря, ребят, о донате каком-то прямо очень жестком, здесь информации не нашел. Он был на определенных бэках, и в основном там были внешки, питомцы и какие-то инструменты. Насколько это сильно будет влиять на экономику игры, нужно узнавать в процессе. К сожалению, уже исходя из моих долгих практик, если не было слива полностью донатом в магазин, и человек не знает механики игры, предполагает, что там будет абсолютно pay to win, все равно, что назвать себя тураком. Поэтому не будьте такими, давайте будем разбираться. Как говорится, игра должна хотя бы иметь шанс оправдаться и сказать, что, дружище, я friendly, не стреляй, пожалуйста, не убивай, не закапывай меня, я и так называюсь Mad World, блин. Ну, поэтому информация о донате, которая сейчас есть на данном открытом доступе, говорит о том, что, скорее всего, будет battle pass, будут внешки, и, собственно, все. Что там будет такого жесткого, что будет влиять на баланс игры, не сказано ничего. Ну, и надеюсь, не будет. Ну, или как минимум самое такое, что не заставит вас продать ваши последние трусища и потратить это все деньги в игру. Так что, с донатом в этой игре как-то так. Ну, вот мы и пробежались по основным ключевым аспектам игры. Если я чего-то забыл упомянуть, вы понимаете, что это краткий обзор и никак вот не претендует на что-то полноценно обзорное, потому что, как я говорил, что я даю полный обзор только когда играю в проект. Это что-то вводное, чтобы рассказать о игре. Хочу поговорить с вами о будущем, потому что разработчик, что самое забавное, выпуская игру, уже о нем думает, а это же на мое, вот чисто, мое мнение, это, конечно же, плюс. Ребята из Mad World продолжают работать над улучшением игры, и я думаю, что в будущем что нас может ожидать. В разработке планируется добавить новые локации, подземелья, рейды, сделать мир разнообразным и интересным. В будущем появятся еще, будут добавлены новые навыки, умения для персонажей и оружия, скорее всего. По оптимизации проведено огромное количество тестов, но, как понимаете, ничего идеального не бывает, поэтому все будет улучшаться со временем. Возможно, мы даже, кстати, увидим какие-то интересные новые анимации, потому что я еще сказал, что игра 2D-шная, и для кого-то то, что они увидят, станет каким-то странным ступором. В игре будет огромное количество ивентов, которые будут проводить разработчики и предлагать за них, соответственно, уникальные задания и награды. В общем, все, в принципе, по стандарту, но это очень важно. На интересном факте хочу застрелить внимание. Я вступил в программу креиторов, они же создатели контента этой игры, что говорит, что комьюнити и поддержка разработчиков вполне себе очень даже активно работает. Я о других-то проектах иногда по неделе ждал ответа, а здесь мне ответили на следующий день, значит, они заинтересованы в том, что игру стримили и делали по ней витосики, соответственно, продвигая ее. Они очень отзывчивые, в игре есть уже работающий дискорд с ру-чатом. С ру-чатом, вот, вот так. И, поэтому не стесняйтесь тут обступить, ссылочку я прикреплю. Я думаю, вам это будет полезно в этом дискорде. Вы можете уже оставить свои какие-то вопросики, посмотреть какие-то уже видосики, так или иначе. Все это уже присутствует. Кстати говоря, в этом дискорде можно также найти клан, в который вступить. А в какой клан спросите Юга, вступать-то в этой игре? Так все очень просто, ребят. Клан Хорус, это мое сообщество, в котором я уже очень нахожусь долго по времени. Мы есть в других различных проектах, поэтому ссылочку на наше сообщество, чтобы вы оставили свои заявочки, я также оставлю в описании. Так что не стесняйтесь, заявочки у нас вполне себе простые, а дискорд также наш личный Хорус оформлен, чтобы вам было комфортно и вы узнавали самую актуальную информацию. Итак, пройдясь по всем пунктам, пора сделать вывод этого обзора. Мэдворд, это уникальная и атмосферная MMORPG-шка. Мир не похожа ни на что. Мрачное средневековье. Кровь, кишки, жесть! Просто, на самом деле, чисто только с визуальной точки зрения на это стоит посмотреть и попробовать в нее поиграть. Как я напомню, игра будет доступна в стиме, она будет на русском языке, все будет переведено и все для вас, мои хорошие. Если вы, конечно, хотите стартнуть раньше, я оставлю реферальную ссылочку на покупку паков, там они, градация от одной, от минимальной до максимальной суммы. Кстати, это может меня поддержать, если вы хотите сделать мне приятное. так что не стесняйтесь в это врываться, старайтесь изучать что-то новое. Я лично не останавливаюсь. Для меня Mad World это одна из игр, которые я бы, я включил в году 2023 список того, что я обязательно посмотрю. И хорошо, что в этом году действительно этих игр много. И мое желание, чтобы Mad World так или иначе оставил их приятные, яркие впечатления от нахождения там. Касаемо какого-то контента по игре, который будет, он будет, конечно же, на стримах Twitch и VK Play Live. Обязательно не стесняйтесь туда подписаться, чтобы быть в курсе событий. Будем разбирать игру вместе, будем на стримах сидеть, показывать. Буду вас рад видеть. Это бесплатно. Туда можно просто прийти и спросить. И также в своем телеграм-канале ссылочки все будут под видео в описании, как и ссылочка на наш еще раз. Напомню, гильдиный дискорд, куда вы можете подать заявку. Я очень надеюсь, что проект выстрелит, потому что проектов такого плана я за последнее время не видел. После 3 of Saver была абсолютная тишина и ничего. Так что что мне сказать-то в итоге? Желаю ребятам из Madworld удачи запуском игры GenDSoft. Всего вам хорошего. А с вами был Юга. Увидимся на просторах Madworld уже 21 апреля. Стрим будет начнется именно тогда. До скорых встреч и всем спасибо за лайк, репост, подписку или комментарий, как вам понравится. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok